Сразу в шести фермерских хозяйствах области сегодня появились новые комбайны. Для крестьян это большое событие. До сих пор они работали на машинах, которым больше 20 лет. Как удалось обновить автопарк, расскажет Юлия Воронина. Любовь Ивановна с трепетом осматривает новый комбайн. Для ее хозяйства это больше, чем подарок. До недавнего времени на вооружение у фермеров была техника, выпущенная больше 20 лет назад. Венивы уже, конечно, старенькие были. Из кормоборочной у нас был старенький КСК, ему было 23 года. Конечно, на нем работать уже невозможно. Что хотелось сказать по этой программе 50 на 50, она все-таки для фермеров доступна уже приобретать вот такую высокопроизводительную технику. Помимо эрбитских фермеров, новые комбайны получают еще пять хозяйств. Причем выкупили аграрии их на очень выгодных условиях. Фермеры заплатили только половину стоимости машин. Оставшуюся сумму внесло государство. По этой схеме российские крестьяне уже закупили более 2000 единиц сельхозтехники. Заключено договоров на 3589 единиц техники, из которых оплачено порядка 2787 единиц. Уже несколько тысяч единиц техники ООО «Росагролизинг», востребованных сельхозпроизводителями, но ранее долгое время находящих на хранении. В настоящее время принимают участие в весенне-полевых работах. Стоимость одного такого комбайна около 4 миллионов рублей. Сумма для фермеров практически неподъемная. Поэтому программа, которую между собой и аграрии поставщики называют 50 на 50, стала настоящим спасением. Техника новая, современная, высокопроизводительная, надежная, наша отечественная. Одни плюсы. Тем же, кто приобрел технику в межсезонье, осенью или зимой, вручают топливные карты. По ним можно получить от 4 до 6 тысяч литров дизельного топлива. Комбайны уже начали отправлять новым владельцам, а значит в скором будущем машины выйдут на поля.